Ответы на основные вопросы о блокаде Huawei властями и компаниями США, а также о ее последствиях для пользователей, 19 мая Google попадание в черный список запрещает американским компаниям проводить сделки без разрешения правительства. Сколько продлится пребывание Huawei в черном списке, неизвестно. Но блокады Huawei выходят за пределы отношений США и Китая. Действия Google напрямую касаются работы Android, главной ОС для смартфонов Huawei. Американская компания по сути накладывает на китайского производителя ряд ограничений, которые сильно усложняют жизнь Huawei. Среди них, вслед за Google производители чипов Intel, Qualcomm, Zilings и Brautcom в первом квартале 2019 года Huawei продал примерно 59 миллионов смартфонов по всему миру, все на Android. На Китай приходится примерно половина продаж, а это значит, что вторая половина бизнеса компании находится под угрозой. Осенью 2018 года Huawei впервые как у Huawei остался доступ к ААС, открытой версии Android, которая доступна всем разработчикам. В теории, Huawei может перейти на нее и даже поставлять пользователям обновления системы, пусть и с существенной задержкой. Но вопрос с заблокированными сервисами Google это не решает. Без поставок от Intel и Qualcomm китайской компании тоже придется нелегко. По-главное, Google при этом представители Google не уточнили, будут ли смартфоны Huawei получать обновления Android. Скорее всего, версия Android Q, которая находится в стадии тестирования, на устройствах китайской компании уже не появится. Также телефоны, возможно, перестанут получать обновления безопасности, в которых устраняют найденные уязвимости. Но в китайской компании заверили, что обновления безопасности будут приходить вовремя. Основные проблемы начнутся у смартфонов, которые выпустят уже после разрыва отношений Google и Huawei. Формально Honor занимается мобильное подразделение, которое практически не пересекается с подразделением Huawei. Но бренд по-прежнему принадлежит Huawei и использует их технологии, так что все запреты, скорее всего, коснутся и его. Зайверчу китайской компании есть относительно успешная линейка ноутбуков на Windows. Западные СМИ считают, что вскоре к блокаде присоединится и Microsoft, потому что из-за внесения в черный список компаний больше не могут сотрудничать. Forbes уже в первом ответе на действия Google представителей китайской компании. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.